МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Елена Михаловская. Добрый день. Уголовное дело об изнасиловании и убийстве школьницы из Толинского района передано в суд. Об этом сегодня журналистам сообщил старший следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета Александр Казаченко. Напомним, убийство 13-летней Юлии Ляшук было совершено в новогоднюю новостью. Обвинение предъявлено двум молодым людям. На момент совершения преступления им было по 17 лет. Правоохранители собрали достаточное количество доказательств и установили реальную картину произошедшего. Всего в ходе следствия опрошены более 300 человек. В поле зрения через некоторое время попал у нас первый фигурант. Когда он был задержан и допрошен под воздействием уже имевшихся улик, он вскоре показал место захоронения трупа. Как девочка была убита? Задушена. Преступниками оказались несовершеннолетние, односельчане потерпевшие. В нашем законодательстве нам предусмотрено 12 лет максимальная мера наказания. Ну а если по совокупности притяжки преступлений, то может быть назначено мера доказания до 15 лет лишения свободы. В Белоруссии устраняют последствия грозы. Сильный ветер накануне в Малорийском районе Брещины повредил крыши 15 построек, в том числе одной фермы. Град местами побил посевы кукурузы и картофеля. Пострадали также Поставский, Миорский и Глубокский районы Витебской области. Повреждены кровли жилых домов, ферм, повалены деревья. Три населенных пункта остались без света. В Гродненской области упавшие деревья повредили кровли трех жилых домов. Пострадавших нет. Штормовое предупреждение синоптики передали и на сегодня. Дожди пройдут по большей части территории республики, прогремят грозы, ветер усилится. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Дождливая погода будет меняться солнечной. Столбик термометра по юго-востоку страны сегодня поднимется до 33 градусов. В Минске плюс 30, а накануне в столице был побит температурный рекорд – почти 32 градуса. На столичную станцию скорой медпомощи за выходные поступило 6 вызовов по поводу тепловых ударов. В Лельщицах на Гомельщине было порядка 35. Не хватило всего 1,1 градуса до абсолютного республиканского рекорда 99-го года. Сильное наводнение на Кубани не повлияло на организацию пассажирских перевозок железнодорожным транспортом Белорусской железной дороги. Об этом сообщили представители БЖД. Поезд «Анапа-Минск» вернулся сегодня утром без задержек. И далее составы пойдут по запланированному ранее графику. Возврата билетов также нет. В России день общенационального траура по жертвам наводнения на Кубани и российским паломникам, погибшим в автокатастрофе в Украине. В стране приспущены государственные флаги. Отменены все развлекательные мероприятия и телепрограммы. В церквях проходят поминальные службы. В храме Христа Спасителя панихиду сегодня отслужит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По последним данным, во время наводнения в Краснодарском крае погиб 171 человек. В настоящее время идет процедура опознания. В числе пострадавших, по уточненным данным, 26 тысяч жителей. Наиболее сложная ситуация в Крымске. Там стихия затронула каждого второго. В общей сложности подтопленными остаются более 5000 домов. В зоне бедствия продолжают работать спасатели. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Первые данные о результатах всеобщих парламентских выборов приходят из Ливии. По предварительной информации, лидирует объединение либеральных партий. На втором месте близкие по программе египетским братьям-мусульманам – исламисты. Официальные итоги озвучат через несколько дней. Среди первоочередных задач будущего парламента – формирование кабинета министров и создание новой конституции. В Египте назревает новый политический кризис. Президент страны Мухаммед Мурси подписал указ о возобновлении работы парламента. Ранее высший законодательный орган был распущен конституционным судом по инициативе военных, которые взяли его функции на себя. Теперь же, когда Высший совет вооруженных сил страны потерял эти полномочия, все ждут с их стороны ответных шагов. Известно, что ночью прошло экстренное заседание совета. О его результатах пока не сообщается. Аномальная жара в США привела к гибели 30 человек. Уже неделю в десятках городов, расположенных на восточном побережье Соединенных Штатов, температура не опускается ниже 40 по Цельсию. Ситуация осложняется тем, что из-за прошедших ураганов в ряде населенных пунктов нет электричества. А значит, не работают кондиционеры и холодильники. В такой ситуации более трех миллионов человек. По прогнозам синоптиков, похолодает в регионе только через несколько дней. Испания ввела новый налог для туристов во всех своих аэропортах. Размер сбора в среднем 7 евро на человека. Он увеличился примерно на 19%. Правда, сумма налога будет варьироваться в зависимости от аэропорта. Ряд ими компаний уже потребовали оплату с пассажиров, несмотря на то, что билеты были забронированы заранее. На такие меры испанское правительство решило пойти, чтобы снизить дефицит бюджета страны. Аргентина отмечает день рождения. 196 лет назад была подписана декларация о независимости страны от Испании. По всей республике сегодня пройдут праздничные мероприятия. Дипломатическим отношениям Беларуси и Аргентины уже 20 лет. Страны развивают торгово-экономическое сотрудничество. В прошлом году товарооборот был около 230 миллионов долларов. При этом объем белорусского экспорта возрос до 60 миллионов. В Аргентину мы поставляем азотные калийные удобрения, метаборудование, машины, механизмы и мебель. На наших прилавках можно увидеть рыбу и рыбопродукты из Аргентины. Цитрусовые орехи, фрукты и вина. С национальным праздником Днем независимости президент Аргентины Фернандес де Киршнер поздравил Александр Лукашенко. Глава нашего государства высказал убежденность в развитии плодотворного сотрудничества между странами. В Беларуси сегодня завершается формирование окружных комиссий. Всего на выборах депутатов Палаты представителей пятого созыва будет работать 110 окружных избиркомов. Они не только регистрируют инициативные группы по сбору подписей, но и контролируют проведение агитационной кампании. В Минске от каждого из 20 избирательных участков были выбраны от 9 до 15 человек. Всего 260 кандидатов. Среди них представители политических партий, общественных объединений и трудовых коллективов города. Следующий этап подготовки выборов – образование избирательных участков в округах. С 15 июля начнется выдвижение кандидатов в депутаты. После их регистрации развернется предвыборная агитация и пропаганда. Мы основывались на том, чтобы это были сбалансированные комиссии с представительством по максимуму общественных объединений и политических партий. Критерии были те, чтобы эти люди уже зарекомендовали себя в работе комиссий в различных избирательных кампаниях предыдущих лет. Дипломаты сели за парты. Ежегодный семинар руководителей загранучреждений Беларуси открылся сегодня в Минске. Послы и консулы обсудят перспективы развития производственной кооперации за рубежом. В частности, вопросы участия Беларуси в таможенном союзе в формировании единого экономического пространства. По-прежнему доминанта посольской науки – экономический интерес Беларуси на внешних рынках. Создан впервые в практике независимой Беларуси международный наднациональный орган, которому делегирована часть полномочий государства. Эти события в значительной степени будут затрагивать дальнейшие внешнеэкономические и внешнеполитические приоритеты нашей страны. Беларусь активно развивает стратегическое сотрудничество со странами-партнерами по СНГ и в таможенной тройке. Набирает обороты процесс диверсификации белорусского экспорта. Закрепляются долгосрочные отношения со странами Латинской Америки. Участие в ежегодной встрече руководителей загранных учреждений, с моей точки зрения, дает уникальную возможность как послам, так и руководящим органам Республики Беларусь, что называется, сверить часы, скоординировать свою политику. На основе соглашений, подписанных в ходе недавнего визита на клубу президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, мы сможем выйти на создание сервисных центров для белорусской техники, выйти на создание сборочных производств, существенно расширить наши возможности по экспорту. Цены в Казахстане выше, чем наши, достаточно на высоком уровне. В нашем товаре казахский рынок заинтересован. В первую очередь, это продукты питания. Мы туда поставляем, это у нас весная позиция молоко, сахар поставляем. Но это все равно маленькая толика. Можно это все увеличивать и увеличивать. Необходима активность наших товаров производителей. Для абитуриентов самое время определиться с будущей профессией. В Беларуси стартует очередной этап вступительной кампании – прием документов. Первыми эстафету примут творческие и вузы силовых ведомств. Приемные комиссии будут работать с понедельника по субботу до шести вечера и без перерыва на обед. Данные о количестве принятых документов и среднем бале будут обновляться каждые три часа. Сегодня же пункты тестирования начинают выдавать абитуриентам сертификаты централизованного тестирования, которое прошло в основной и резервный день. К слову, два абитуриента в Беларуси получили дважды по 100 баллов. Программа развития туристической отрасли столицы будет пересмотрена. В течение недели в Мингородсполкоме сформируют рабочую группу, которая разработает план, как поддержать востребованность гостиниц после проведения чемпионата мира по хоккею 2014 года и увеличить туристический поток. Сегодня в Минске реализуется 35 проектов по строительству гостиниц и комплексов – от фешенебельных отелей на 5 звезд до бюджетных вариантов. Необходимо сформировать комплекс решений, которые позволят увеличивать приток туристов по всем направлениям, таким как спортивный туризм, туризм, направленный на получение каких-либо услуг в сфере здравоохранения, ну, безусловно, развлечения, безусловно, событийный туризм, бизнес-гости. Также развитию туристического потока будет способствовать открытию межгосударственных учреждений в рамках Европейской экономической комиссии Евразес. Камеры фотофиксации на М1 уже выявили почти пять сотен лихачей. Об этом сообщили в УГАИ МВД Беларуси. Напомним, превышение скорости на 20-30 км в час обойдется водителю штрафом в одну базовую величину. Сейчас она 100 тысяч. Если ехал еще быстрее, уже три базовых. Все данные передаются в единый пункт обработки. Протоколы с фотографиями высылаются владельцам-штрафникам заказным письмом с уведомлением. Получив такое письмо, водитель обязан заплатить штраф в любом отделении любого банка в течение месяца. Если оплата не поступит в указанный срок, вопрос будет решаться в судебном порядке. В планах ГАИ обустроить системами фотофиксации и другие автотрассы республиканского значения, а также МКАД. Выпуск продолжит спортивное обозрение Романа Стронгина. Заходите на наш сайт ctv.by, звоните и делитесь своими новостями по телефону горячей линии 290-66-00 или 1-600-700. Всего доброго и до встречи в 16.30. Швейцарец Роджер Федерер стал победителем турнира Большого шлема Уимблдона и вновь возглавил рейтинг ATP. В финале он сломил сопротивление британца Энди Мюррея, потерпев неудачу в первом сете, несмотря на наличие сетбола 4-6. Федерер все же доказал, что его класс выше, чем у соперника и выиграл затем три сета подряд. 7-5, 6-3, 6-4. Это уже 17-я победа швейцарца на турнирах Большого шлема. Благодаря виктории на кортах английского теннисного клуба Федерер прыгнул сразу через две строчки мирового рейтинга, с третьей на первую и сместил с вершины серба Новака Джоковича, попутно опередив и испанца Рафаэля Надали. Вернулась на первое место в рейтинге WTA и белорусская Виктория Азаренко. Опередить ее могла в случае победы на Уимблдоне польская теннисистка Агнишка Радванска. Однако в финале сильнее оказалась американка Сирена Уильямс. Также отметим прогресс белорусской Ольги Говорцовой с 95-го места, поднявшейся на 83-й. Сборная Беларуси по футболу готовится к предстоящим Олимпийским играм. Окончательный состав команды будет назван сегодня в течение нескольких ближайших часов. Однако известно, что в Лондон отправится Ринан Бриссан, против включения которого в заявку выступал Борисовский Батэ. Уже 11 июля подопечные Георгия Кондратьева вылетят в Англию, где до начала игры проведут три спарринга с командой Японии и двумя местными клубами. Даты этих поединков будут определены позже. Задача выйти из группы у нас стоит. Это очень сложная задача, потому что понимаете, что одно место, я думаю, будем объективно забронировано уже за Бразилией. А вот за остальную путевку, значит, Новая Зеландия, мы и Египет, я думаю, что по 33-3 десятых равные шансы. Накануне двумя матчами завершился 18-й тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Занимающий третье место в турнирной таблице Гомель уступал Минску, но благодаря голам Николая Кашевского и Дмитрия Платонова вырвал ничью. Миром разошлись и Минская Динамо с Гронинским Неманом. После матча было объявлено об отставке наставника Динамо Александра Сиднева. Его сменит у руля клуба украинский специалист Олег Протасов.